К сожалению, признались однажды вы, мой карман неадекватен моему имени. Скажите, сколько стоят ваши произведения в среднем на рынке? Вы знаете, я счастлив, что я не участвовал в этом искусственном буме, который создали новые русские. Знаете, наши ребята с растопыренными пальцами стали собирать даже шестидесятников. Сначала был Айвазовский, цены большие, потом Коровин, эскизы Репина, ля-ля, траля-ля, потом пошел Рабин, Булатов и прочие-прочие. Деньги уже скапливались до неприлично. Деньги скапливались, они, так сказать, вообще пижонили друг перед другом. Но я-то понимал, что фактически так быстро цены не могут расти. Вы понимаете, это делаются искусственные бумы с западными художниками. Раскручивают. Но там другая, они и живут на западе, у них свои дела. А русские художники, которые или живут в эмиграции, или, так сказать, живут в Москве, им подывать вот таким скачком цены, это значит их просто-напросто зарубить. Разыгрался кризис, и этот маленький, чахлый, в общем-то, по сравнению с западной, русский рынок, как мыльный пузырь, лопнул, и цены полетели вот так, понимаете? Поэтому у меня цены нормальные, в среднем, ну, серьезные работы, как бы серьезного формата, ну, это где-то может быть 100, 150, 200 тысяч, то, что относится к скульптуре. Картины 50, 60, 80, и они растут ежегодно, так, как полагается расти ценам, понимаете? Картины 50, 60, 80, и они растут ежегодно, так, как полагается расти ценам, и они растут ежегодно, так, как полагается расти ценам, так, как полагается расти ценам,